На польской границе 5 граждан Украины были задержаны за поделку документов. Им грозит до 5 лет депортации. Польша нетрезвый украинец переехал ногу полицейскому. Польши полиция выдала почти полмиллиона штрафам тем, кто не носил маски и не соблюдал карантин. Как легально отметить маювку в Польше во время коронавируса? Польша готовится к приезду президента Украины. А также мы поговорим о других интересных событиях в Польше. С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! С начала пандемии коронавируса полиция участвует в проверке лиц на предмет соблюдения ими ограничительных мер, ношения масок и отбывания карантина. Представитель главного управления полиции сообщил, что с начала пандемии полицейские осуществили более 3 миллионов проверок, связанных с соблюдением введенных ограничений и запретов. Тем, кто не закрывал рот и нос, выдано почти 500 тысяч штрафов и направлено 66 тысяч дел в суд. Полицейские осуществили 67 миллионов проверок случаев пребывания на карантине. В пятницу мы проверили свыше 500 тысяч человек, сообщил пресс-секретарь начальника главного управления полиции Мариус Чарко. Ежедневно на задачи по борьбе с COVID-19 направляется около 20 тысяч полицейских. Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Польшу с визитом 3 мая. Об этом 16 апреля сообщил глава Бюро международной политики польского президента Кшистов Черский в эфире телевидения страны. При том, как ожидается, в ходе своего визита, приуроченного ко дню Польской Конституции, президент Украины встретится со своими коллегами из Польши и прибалтийских стран. Последний раз украинский президент посещал своего польского коллегу в августе 2019 года. Во время пограничного контроля на пункте пропуска Хребенная и Дорогуск страж гранично задержала 5 украинцев, которые имели фальшивые документы. Теперь им грозит до 5 лет депортации. Двое граждан на пункте пропуска Хребенная показали липовые разрешения на работу. В Дорогуске двое мужчин и женщина также показали подделки, пытаясь въехать в Польшу. Пограничники во время проверки обнаружили фальсификат и задержали всех. В отношении их открыты уголовные дела. С начала года во время пограничного контроля польские пограничники обнаружили более 300 подделок документов. Информация о том, когда же будут майские праздники в этом году, особенно интересует многих людей. Маювка – прекрасная возможность начать весенне-летний сезон. Как всегда, майские праздники начинаются 1 мая, когда выпадает День труда. На этот раз это будет суббота. В воскресенье 2 мая выпадает День флага Республики Польша. В свою очередь 3 мая в понедельник приходится на праздник Конституции, который является выходным днем. Маювка 2021 будет похожа на прошлогоднюю. Отели и хостелы закрыты. Глава Департамента здравоохранения подчеркнул, что длинные выходные станут временем проверок, проводимых как полицией, так и санитарными инспекторами. В связи с этим следует отказаться от планирования поездок и незаконного использования объектов размещения. Правда, использование помещения для ночлега запрещено, но без каких-либо препятствий можно провести ночь в палатке. Тем более, что с 1 мая вступает в силу государственная лесная программа «За ночью в лесу», которая позволяет легальный кемпинг. Во всех лесных массивах страны обозначены районы, на которых будет разрешено ночевать. Что касается погоды, синоптики прогнозируют, что майские праздники в этом году будут теплыми. Только на севере страны может быть немного теплее, чем раньше. Аналогичная ситуация касается осадков. Немного больше падать может только в центральной полосе Польши. В Колобжеге пьяный украинец на улице Мельничной наехал на работника полиции. Правоохранители хотели задержать нетрезвого водителя, но во время задержания он переехал полицейского. Полиция хотела просто остановить водителя для проверки документов, но машина вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. После разворота на кольце водитель заехал на парковку, где правоохранители заблокировали ему выезд. Офицер подбежал к машине и открыл дверь, чтобы забрать ключи у водителя. Тот же нажал на педаль газа и проехал по ногам полицейского, после чего двинулся дальше и врезался в учебную машину, в которой был инструктор по вождению и ученик. Полицейские, чтобы остановить украинца, сделали несколько выстрелов в колесо. 52-летнего гражданина Украины в конце концов задержали. Тест на алкоголь показал его организме 1,6 промилле алкоголя. А теперь к другим новостям. В Польше погибла девушка от удара током во время зарядки телефона. В результате вскрытия врачи обнаружили, что причиной смерти стало поражение электрическим током. В ходе экспертизы выяснено следующее. Удар тока был вызван тем, что в ванной комнате был подключен к электросети смартфон. Круассан держал жителей Кракова в страхе. Жители дома два дня боялись, что на дереве напротив дома сидит игуана и не открывали окна. Однако оказалось, что просто кто-то выбросил в окно круассан, чтобы покормить птиц. Тот застрял в ветвях. После этого случая многие сети магазинов сделали хороший маркетинговый ход, чтобы продать как можно больше круассанов. 25-летняя женщина, не сдав экзамен по вождению, покинула тест-центр, а затем села в припаркованную рядом машину и уехала. Девушка была крайне удивлена тем, что ее задержали. Позже она объяснила правоохранителям, что ей просто не с чем было доехать домой. Как стало известно, она потеряла водительские права из-за вождения автомобиля в нефтрезном состоянии, поэтому сейчас повторно сдавала экзамен на их восстановление. Все закончилось штрафом в размере 500 злотых. Выпуск новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе актуальных событий в Ротславе и Польше. До скорых встреч! Увидимся через неделю! Продолжение следует...